После смерти Хартыкнута Годвин поддержал притязание на престол другого сына Эмма Нормандской и Эдереда Неготового. И все лидеры Англии признали Эдуарда своим королем. Тем не менее первые 11 лет его правления настоящим хозяином Англии был Годвин. Несмотря на предполагаемую ответственность за смерть брата Эдуарда Альфреда, Годвин, граф Весекса и Кента, обеспечил брак своей дочери Эдит с Эдуардом в 1045 году. Король возмущался господством семьи Годвина. К 1049 году между мужчинами произошел разрыв. В 1051 году несколько норманов были убиты в драке в Дувре, графство Кент. Эдуард приказал графу Годвину наказать жителей Дувра. Годвин отказался подчиниться королевскому приказу и даже наоборот поднял армию против короля. Могущественная знать поддержала короля. Годвин и его сыновья были изгнаны из страны за нарушение королевской власти. Эдуард объявил семью Годвина вне закона, а свою жену Эдит отправил в монастырь. В этот период Эдуард Исповедник потерял популярность, проявив пристрастие к нормандским и французским советникам и назначил своим наследником своего кузена Вильгельма, герцога нормандского. Вильгельм посещал Англию, по крайней мере, один раз до 1066 года, в 1051 году. Этот визит записан только в одном источнике, единственной версии англосаксонских хроник. Град Вильгельм приехал из-за границы, и король Эдуард Исповедник принял его, и столько его товарищей, сколько было удобно, и снова отпустил его. Эдуард Исповедник, проведший большую часть предыдущих 30 лет в Нормандии до 1041 года, прибыл в Англию без репутации солдата, который обычно требовалось королю для господства над аристократией и обеспечения своего положения. Он просто был иностранцем для местной элиты. Между 1051 и 1052 годами Эдуард увеличил число нормандских советников при своем дворе. Это разозлило Виттон, самых влиятельных дворян Англии. В 1052 году Годвин и его сыновья, воспользовавшись непопулярностью короля, смогли собрать достаточно значительные силы на своей стороне. Они вынудили Эдуарда восстановить свою власть, восстановить свои земли и вспомнить Эдит как свою жену, а также изгнали многих его иностранных фаворитов. Король и Годвин примирились, и Годвины вновь стали самой могущественной семьей Англии. В 1053 году Годвин умер. Годом ранее его старший сын Свейн был убит сарацинами на Святой Земле по возвращению из паломничества, и Гарольд Годвинсон унаследовал графство своего отца, став доминирующей фигурой в королевстве. К 1057 году Гарольд обеспечил графство в собственность для своих младших братьев. Леофин и Гирд контролировали Лондон и Восточную Англию. Тостик – Нортумбрию. Нортумбрийцы не любили Тостига за его резкое поведение и восстали против него. Убив многих сторонников Тостига, повстанцы предложили графство Моркору Мерсийскому, члену семьи Леофрика, и вынудили Гарольда принять его. Тостик, объявленный Нортумбрицами вне закона, бежал во Фландрию. Он даже поехал в Нормандию и попытался заключить союз с Вильгельмом, чьи жены были родственницами. А впоследствии он присоединился к Хартраде, королю Норвегии. Хотя Гарольд потерял поддержку Тостига, он укрепил свое положение с мерсийцами и валийцами, женившись на сестре Моркора. В 1054 году Эдуард, осознав, что ему необходимо решить вопрос о наследовании, отправил Элреда, архипископа Йорского, в Восточную Европу на поиски сыновей своего сводного брата Эдмунда. В 1057 году Эдуард, сын Эдмунда Айронсайда, со своей семьей возвращается в Англию из Венгрии, через 40 лет после того, как он был отправлен в изгнание. Всего через несколько дней после своего возвращения на родину, Эдуард Изгнанник был мертв, даже не встретившись с королем. Эдуард Изгнанник умер 19 апреля 1057 года и был похоронен в соборе святого Павла в Лондоне. После смерти Эдуарда его сын Эдгар стал Этилингом, а его жена Агата и двое дочерей теперь находились под защитой короля Эдуарда. Неизвестно, была ли его смерть вызвана просто печальным поворотом судьбы, или Гарольд Годвинсон воспользовался возможностью, чтобы сместить своего соперника на трон. Гарольд, утвердившийся как выдающийся фигура в Англии в середине 1060-х годов, ожидал взойти на трон после кончинной бездетного Эдуарда. Однако его замыслы были осложнены событиями 1064 года. Эдуард, король Англии, который уже сделал Вильгельма своим наследником и которого любил как брата или сына, в 1064 году отправил Гарольда в Нормандию, чтобы подтвердить свое обещание, данное Вильгельму. По пути в Нормандию Гарольд потерпел кораблекрушение и был схвачен Гаем Пуантия, одним из вассалов Вильгельма. Герцог потребовал освобождения Гарольда и, возможно, выкупил его. Гарольд был тепло встречен Вильгельмом и присоединился к военной кампании в Бретоне. Согласно Габелину из Байо, Гарольд был посвящен в рыцаре герцогом Вильгельмом. Габелин продолжает изображать собор Байо, где Гарольд, раскинув руки, прикасается к мощам и дает священную клятву. Гарольд поклялся верности Вильгельму и обещал защищать его притязания на английский престол, прежде чем его отправят обратно к королю с дарами. Некоторые английские источники утверждали, что на смертном одре Эдуард назвал Гарольда своим преемником, хотя он уже обещал корону Вильгельму, герцогу Нормандии, который через свою тетю Эму Нормандскую приходился двоюродным братом Эдуарду-исповеднику. Эдгар Этелинг был прямым наследником английской королевской линии и последним англосаксонским принцем. Харольд Хартрад из Норвегии также имел претензии к Англии, основанные на пакте между Хартыкнутом и Магнусом. У всех четырех претендентов было обещание, которое, по их мнению, давало им право на английский престол. Они включали принесение клятвы, которым в Европе XI века относились очень серьезно. У всех претендентов были какие-то родственные узы, кроме Харольда Хартрады. Виттон считал, что единственный претендент – это Эдгар Этелинг, который, хотя и был единственным претендентом на трон, но он был всего лишь подростком и слишком молод, чтобы выдержать испытания королевства. Кровные узы в то время не были существенными для наследования английского престола. Значительной политической властью в 1066 году обладали все, за исключением Эдгара Этелинга. Хотя во время правления Эдуарда Англия была тихой и относительно процветающей, неспособность оставить наследника привела к вторжению норманов в Англию в 1066 году. Почему у Эдуарда не было прямого наследника – это хороший вопрос. Некоторые нормандские источники предполагают, что Эдуард, известный своей религиозной верой, дал обет безбрачия. Его жизнь характеризуется благочестием и религиозными убеждениями. В истории он стал известен как исповедник. После его смерти католическая церковь сделала Эдуарда святым. Современные историки считают, что Эдуард отказался заводить детей от Эдит Годвинсон из-за ненависти к своему тестью. Так или иначе, но детей вне брака у Эдуарда замечено не было. Поэтому Гарольд Годвинсон был единственным претендентом, который пользовался поддержкой Виттона и всего английского дворянства. Он лучше всего подходил как для защиты, так и для управления Англией после смерти Эдуарда. Гарольд Годвинсон зарекомендовал себя как сильный лидер, с большими военными и дипломатическими способностями, управляя Англией на протяжении многих лет от имени Эдуарда. Именно Гарольд, а не Эдуард, покорил Уэльс в 1063 году и вел переговоры с восставшими нартумбрийцами в 1065 году, что стоило ему ссоры с Тостиком, превратив брата в своего заклятого врага. Эдуард Исповедник умер 5 января 1066 года. Гарольд был избран английской знатью и провозглашен королем Гарольдом II. Его коронация в Весминстерском аббатстве состоялась уже на следующий день. Вильгельм немедленно оспорил его требования. Вильгельм немедленно оспорил его требования. Редактор субтитров А.Семкин